МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Льготникам на заметку в региональном правительстве утвердили новость писать те, кому положены выплаты. Как агроном композитором стал. Об авторе песни в лесу родилась елочка, запрете праздновать Новый год и индустриальных игрушках советской эпохи самарцам расскажет в доме музея Ленина. Управленческий состав Самарского технического университета пройдет стажировку в Сколково. Задача не просто научиться продвигать инновационные проекты в производство. На университет возлагается особая миссия – стать локомотивом экономики региона. Этот вуз включен в число 11 опорных университетов, а с осени к нему присоединился архитектурно-строительный институт. Какую перспективу оценивают эксперты, Сколково выяснил Олег Зверев. Легким движением руки можно управлять любым электронным устройством на расстоянии. Команду подает перчатка-джойстик. Применение для разработки практически любая сфера, будь то беспилотная авиация, крупные производства или даже космические эксперименты. Астронавты, находясь в безопасности, сидят в космическом корабле, надев подобное устройство, и могут управлять какими-то роботизированными конструкциями, которые находятся непосредственно в открытом космосе. Натюрморт от Самарского технического университета. Сыр с кафедры технологий пищевых производств. Соки и квадрокоптер. И таких инновационных разработок десятки тысяч. Университет включен в число 11 опорных вузов России. Сегодня это означает ни много ни мало, как новый статус. Центр развития экономики региона, а значит и всей страны. Ученые готовы не просто поставить на конвейер производство технологий. Разработки могут конкурировать с ведущими мировыми производителями. Вот если мы говорим о действительно импортозамещении, не о локализации производства, взять, поехать в Италию, купить завод, привезти итальянских инженеров, они нам здесь наладят производство моцареллы, уедут и будем в ладоши хлопать. Да, вот так третьи страны поступают, и мы их часто так поступаем. Надо эту ситуацию переламливать. То есть мы в своих промышленных лабораториях, если мы делаем сыр, вот у нас должно быть устойчивое качество. Опорные вузы должны стать драйверами развития страны. А чтобы поставить фабрику технологий на поток, налаживается сотрудничество с фондом Сколково. Эксперты фонда курируют проекты, а управленческий состав вуза проходит обучение во Всероссийском инновационном центре. Задача – воплотить разработки в производство, а на многих высокотехнологичных изделиях поставить логотип, сделанном в Самаре. В этом плане смысл Сколковской команды и смысл Сколково – это действительно поставить новую систему управления, это же невероятно сложно. В сложившейся иерархии отношений, вертикали власти, которые сейчас говорят, создать место, которое, внимание, отвечает за экономику региона. Вы только вслушайтесь, хватит слова. Оторок берет. Поэтому задача Сколково, отвечаю еще раз, это, смотрите, найти те рычаги и инструменты, в том числе обмениваясь между другими вузами, оптимальны для того или иной структуры. А в итоге ожидается цепная реакция новых идей и технологий, которые будут интересны инвесторам и научному сообществу во всем мире. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Помогут материально. В региональном правительстве одобрили законопроекты, которые позволят оказывать меры соцподдержки нуждающимся более адресно. Это и компенсация расходов на оплату коммуналки, ежемесячные денежные выплаты ветеранам и многодетным семьям. На что могут рассчитывать льготники в следующем году, расскажет Марина Матвейшина. Половину расходов на оплату коммунальных платежей многодетным семьям будут компенсировать за счет бюджета. Такой законопроект одобрили на заседании областного правительства. Кроме того, рассматривают и возможность сохранить компенсацию взносов за капремонт, которую льготники получают с 2014 года. Одновременно планируется установить критерии нуждаемости каждого, имеющего право на получение меры соцподдержки. Изменение механизма предоставления мер социальной поддержки будет способствовать современной оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг, а также в полной мере будет соответствовать действующему законодательству. Ветеранам труда тоже планируют установить ежемесячную денежную выплату. Но получать ее смогут только те, у кого размер пенсии, зарплаты и других доходов за три месяца не превышает 150% величины прожиточного минимума пенсионера. Ожидаемую в результате оптимизации экономию средств планируется направить на увеличение размера помощи малоимущим гражданам и семьям с детьми. На заседании правительства министры утвердили размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до трех лет. В следующем году эта выплата составит 9963 рубля. Получать ее смогут семьи, где величина среднедушевого дохода не превышает 27 тысяч рублей. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. Малый бизнес Самарской области готовит к онлайн-контролю. Сегодня в бизнес-инкубаторе прошел семинар для индивидуальных предпринимателей, руководителей предприятий, бухгалтеров и юристов. Главная тема – обзор изменений российского законодательства. Основные поправки коснутся схемы работы торговых организаций с налоговыми органами. С помощью нового кассового оборудования, которое должны установить предприниматели, общение с налоговой уйдет в электронную форму. На семинаре разбирали вопросы, кто обязательно должен установить новую технику, где и как ее регистрировать. Актуально для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются услугами, так как у них не было применения контрольно-кассовых аппаратов, они применяли бланки строгой отчетности. Сейчас это актуально будет для них. Далее, коротко о других темах дня. Мигранта, который легально жил и работал в Самаре, задержали в Петербурге по подозрению в связях с ИГИЛ. 25-летний гражданин Таджикистана Умар Мирзоев собирался вылететь в Самару из Пулково, когда его арестовали сотрудники Интерпола. Накануне Госкомитет надбезопасности Таджикистана объявил мужчину международный розыск по обвинению в вербовке в террористическую организацию Исламское государство, запрещенную в России. Также его подозревают в подготовке терактов. Сейчас мужчина находится в изоляторе. От дачи показаний он отказался. Трех фигурантов скандального дела блогеров Дмитрия Бегуна, Олега Иванца и Наталью Миронову распределили по исправительным учреждениям. Напомним, приговор блогерам вступил в силу 11 октября. За вымогательство трех миллионов рублей у бизнесмена Сергея Шатила, Бегун и Иванец получили 6 и 7 лет соответственно. Наталье Миронова 5 лет. Дмитрий Бегун будет отбывать наказание в исправительной колонии номер 3 в промзоне Новокубышевска, одной из самых крупных в регионе. Олега Иванца отправили в Башкортостан в исправительную колонию для бывших сотрудников правоохранительных органов. Женщины с ребенком отравились угарным газом. В среду 16 ноября примерно в 9 часов вечера в Самаре в доме на улице Александра Матросова произошла утечка газа. Матери и ребенку оказали помощь, после чего они были госпитализированы. Отравление произошло из-за нарушения правил эксплуатации колонки. Дублер Московского шоссе в районе проспекта Кирова перекроют на этой неделе. Ранее сообщалось, его закроют для движения 31 октября на две недели, но этого так и не произошло. На этот раз представители подрядной организации хотят перекрыть этот участок на две с половиной недели. Когда работы будут завершены, по проспекту Кирова откроют сквозное движение как в сторону Новосадовой, так и по направлению к Старозагоре. Ориентировочно это произойдет в конце декабря текущего года. Потребители Самарской области чаще всего жалуются в Роспотребнадзор на коммунальщиков, сотовые компании и медиков. Кроме того, в этом году выросло число заявлений, касающихся ущемления прав покупателей в сфере торговли. Граждане жалуются на нарушение порядка обмена и возврата приобретенных некачественных промышленных товаров, а также на непредоставление необходимой и достоверной информации о товаре и его изготовителе. Когда придумали праздновать Новый год, и кто написал слова песни, в лесу родилась елочка, рассказывают в доме музея Ленина. Там открылась выставка «Добрые истории». Ну что ж, пора, до Нового года осталось чуть более месяца. В музее даже нарядили елку игрушками прошлого века, а первую экскурсию для гостей провела сама Снегурочка. Духом Нового года прониклась и Валерия Макарова. По образованию он агроном, кандидат естественных наук. Но человек настолько хорошо чувствующий музыку, что написал эту мелодию, которую мы до сих пор с вами исполняем. В лесу родилась елочка, напевал своей дочке в 1905 году Леонид Карлович Бекман. Так и родилась мелодия к самой новогодней детской песенке. А стихотворение Бекман читал из детского журнала «Малютка». Оно было подписано инициалами АЭ. Только через 40 лет узнали полное имя автора – Раиса Адамовна Кудашева. Вот такие интересные факты собрали для выставки «Добрые истории» в доме музея Ленина. А иллюстрации к рассказам – старинные игрушки. Из ваты, стекла, ткани и картона. Некоторым из них больше 80 лет. Они собраны из архивов самарских музеев и частных коллекций. Равнодушным остаться невозможно. И родителей вспомнила сразу. И как покупали эти игрушки, какой праздник дома был. Вот представьте себе, увидела вон наконечник для елки. И когда папа принес его, это для нас, для детей был шок. Целое богатство. Как вроде из какого-то царского дворца украшения. Дети зачарованно смотрят на игрушки из прошлого века и прислушиваются к тому, что рассказывает экскурсовод. Что-то новое для себя они узнают около каждого стенда выставки. Я не знала, из-за чего Новый год произошел. Но я вот узнала, его создал Юлий Цезарь. Еще вот, я думала, только у нас в России елка. Ну, даже в любых странах есть эта елка. Сейчас сложно поверить, однако 6 лет в истории Советской России ставить елки и праздновать Новый год было запрещено. Это считалось буржуазным пережитком. Но дух Нового года победил, и праздник вернули. Елка в те годы, а это начало 20 века, могла выглядеть вот так. Она наряжена ватными игрушками на проволочном каркасе. Рядом украшения из стекла 30-х годов. Вертолеты, велосипеды, самолеты. По сути, история технического прогресса в игрушках. Такой выставкой в музее хотели напомнить самарцам о добрых новогодних традициях и истоках праздника. Детям, мне кажется, очень интересно было бы узнать о том, как праздновали Новый год их бабушки, дедушки, их родители. И, возможно, что-то полезное, очень нужное, очень важное из прошлого они сумеют перенести в нашу сегодняшнюю жизнь. Выставка будет открыта в музее два месяца. Так что окунуться в новогоднюю атмосферу прошлого столетия самарцы смогут до 15 января. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. Это далеко не вся картина дня. И вот какие материалы наши журналисты готовят к следующему эфиру. Женщина на миллиард. Бизнесвумен, набравшая кредитов на фирму Пустышки, рассчитывает на условно-досрочное освобождение. Мыслит на перспективу. Городские депутаты рассмотрят бюджет Самары сразу на три года. Сколько топоров в пожарной машине? Сотрудники МЧС раскрывают профессиональные секреты на выставке, приуроченной к 175-летию службы. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютубе. Подписывайтесь на Самарыгис и смотрите все самое интересное в качестве HD. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok